Всем привет, с вами Хоккей Сик. Ну что, наконец-то хоккей возвращается в нашу жизнь и спустя три месяца потихоньку начинаем выходить на лед. И считаю, что данное видео сейчас как никогда актуально. Мы поговорим о разминке. Зачем, как, сколько? Ведь, согласитесь, многие это игнорируют. А пока обязательно подписывайся на канал. Приятного просмотра. Поехали! Ну что, давай только честно. Сейчас проведем небольшой опрос. Я попрошу написать в комментариях, делаешь ты разминку или нет. Но что такое вообще разминка и для чего она нужна? Ответ очень простой. Чтобы снизить травматизм и подготовить организм к предстоящей нагрузке. Переходим к содержанию. Нет какой-то универсальной разминки. Об этом мы поговорим немного позже. Но как конструктор она состоит из трех основных частей. Первый – это подготовка сердечно-сосудистой системы и нервной. Второе – разогрев суставов. И третье – это разогрев мышц. Итак, как разминаются хоккеисты? Обычно выглядит это так. Какая-нибудь кардионагрузка, скакалка, бег, либо велосипед. Потом гимнастика. Покрутили руками, покрутили ногами. И далее потянулись. Ну, может быть, чуть-чуть поджимались, поприседали. Вроде бы, как бы мы размялись. Но я бы сейчас хотел обратить внимание на хоккеистов-любителей 30+. Как бы возраст. И вот ловите мой вариант разминки именно для вас. Я предлагаю начинать с суставной разминки. Помню о моих словах – как бы возраст. Мало ли, во время бега, либо прыжков на скакалке, вы уже подвинете ногу, получите травму. Суставная разминка – обычная гимнастика. Сверху вниз, либо снизу вверх. Каждый из вас я видел в школе миллион раз. Субтитры подогнал «Симон»! И еще немного полезной информации. Если вы не знаете, то у меня открылся интернет-магазин, в котором вы можете приобрести хоккейные тренажеры, синтетический лед и разные аксессуары для прокачки своего скилла. А также скоро там появится мой фирменный мерч и джерси. Все ссылочки в описании. Суставная разминка занимает около 5 минут. После суставной разминки сделать так называемый предстретчинг. То есть потянуть переднюю линию, заднюю линию, линию верхней части тела. Например, показываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее разогреть мышцы, выполнив комплекс из 4-6 упражнений. Самые базовые показываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается по количеству выполнений, сериям, все индивидуально. Кто-то может ориентироваться на количество раз. Например, около 10 возьмем что-то усередненное. А кто-то любит работать по времени. Например, 30 секунд выполняем упражнение, 30 секунд отдыхаем. И так, 4 упражнения – это один круг. Два круга, три круга. Опять же, все очень индивидуально. Вы лучше знаете свой организм, поэтому прислушайтесь к нему. Подготовив суставы, подготовив мышцы, мы приступаем к кардионагрузке. Как я говорил, бег, скакалка, велотренажер, что у вас там есть под рукой. Разгоняем свой организм, точнее, пульсовую зону 120-130. В среднем это 5-10 минут. В общем, как говорят, до первого пота. Ну и финале мы это все, конечно же, мы растяжкой. В растяжке нет каких-то, да и как в целом, даже в разминке нет золотых упражнений. Весь комплекс вы, я уверен, хорошо знаете. Это перекаты, это выпады, это бабочки, это наклоны, это растянуть, опять же, где-то даже повторить верхнюю часть тела. И вот здесь пару минут я порассуждаю. Если мы говорим о любительском хоккее, как правило, для разминки у вас есть маленький пятачок, где-то около льда, конечно, никаких велотренажеров нет. Используйте. Важно помнить, что разминку необходимо делать перед каждой тренировкой, чтобы снизить травматизм. Фраза этого выпуска, как бы возраст, тоже не забывайте об этом. Что касается очередности, я вам сказал стандартную, да, скажем так, классическую хоккейную схему в начале выпуска. В середине, основная часть, было мое видение, как я бы вам рекомендовал делать разминку. Но ни в коем случае не воспринимайте это как истинно в последней инстанции. Каждый из вас знает свой организм лучше. Где-то добавить, где-то убавить, но факт остается фактом, что разминку делать надо. И все мы, опять же, разные. Вот, например, я в разминке огромное внимание уделяю паху. У меня это слабое место. Поэтому я дополнительно всегда делаю упражнения на паху. Вот, разогреваю их прям очень хорошо, чтобы, не дай бог, одно неловкое движение на льду, а потом лечиться две недели. Поэтому тоже, исходя из своих особенностей, все вы свои болячки знаете, уделяйте этим местам особое внимание. В общем, я надеюсь, что мне удалось до вас донести основную мысль. Примите вы мой вариант или не примите, это уже на ваше усмотрение. Но, надеюсь, вы начнете делать разминку. На этом все. Спасибо моим партнерам за помощь в создании этого контента. Все ссылочки традиционно в описании под этим видео. Также не забывай подписываться на мой канал и на мой инстаграм, потому что в этом сезоне вы, мои любимые подписчики, тоже принимаете участие в создании контента. С вами был Хоккей Стик. Хоккей в сердце. До скорой встречи.